От кого произошла обезьяна? Волосатые хвосты инволюции. Я немного отвлекусь от общей линии повествования и дам некоторые пояснения относительно происхождения людей, обезьян и других мутантов. Теперь, читая эти строки, вы уже знаете, что люди-приматы произошли не от обезьяны, а от женщины. Человечество, первый человек на Земле, в отличие от животных, происходит откуда, а не когда. Это опять вопрос пространства, конкретного места во Вселенной, а не времени. Все живое на планете происходит от наших предков, но не всегда в виде творения. Виною тому становится колдовство, чародейство и сексуальная страсть. После гибели древнего мира, период власти богов и богинь, мутантных тварей появилось немерено. В этой главе вы узнаете лишь о некоторых произведениях богов, не о самых страшных и вредоносных чудовищах, скорее о жертвах любви. Когда американские ученые научили горилл разговаривать, изъясняясь при помощи рук языка глухонемых, на вопрос, от кого происходят предки горилл, те охотно объяснили, что в отличие от других приматов, они точно знают, кто их праотец. Эти гаврики сказали, что первые гориллы родились от высокого белого юноши с неба, ангела Гаврилы. Шутка. Но гориллы действительно теперь умеют общаться с людьми с помощью языка глухонемых, а про их предка исследователи, возможно, не спрашивали или укрыли ответ от общественности. В главе нарочито использован материал статьи Владимира Витальева, известного тирянского ученого, хорошая работа на злобу дня. Из научной литературы мы можем почерпнуть сведения о времени появления на земле первых растений, насекомых, рыб, первых птиц, земноводных, первых млекопитающих. Но как бы мы ни старались, почему-то никак не можем разглядеть среди многих первых первого человека. Почему же это так? Нам говорят, что сначала появилась первая обезьяна, а затем уже от нее появился и человек. В сущности, человек – это та же обезьяна, только преображенная длительной эволюцией. Так говорят дарвинисты. Но правы ли они? В этой связи вызывает большой интерес теория биологической инволюции, представленная некоторыми отечественными и западными учеными. С позиции этой концепции успешно объясняется происхождение и изменение различных форм жизни на земле. В частности, здесь дается объяснение появлению и существованию обезьян как деградирующей формы древних людей. В распоряжении ученых сегодня имеется масса фактов, не вошедших в катехизис истории по Дарвину. В качестве примера можно привести открытый рабочими при строительстве церкви скелет анатомически современного человека слое возрастом в 4 миллиона лет. Эта находка была сделана в 1850 году в 300 километрах от Кастенедола в городе Савона, Италия. В районе Лагоо-Санта в Бразилии был найден окаменевший череп с очень толстыми стенками и исключительно тяжелыми надбровными дугами. Он напоминал череп человека прямоходящего, но находка была сделана в Южной Америке. А по официальной версии, современный человек появился в Америке 30 тысяч лет назад, а говорили в Африке. Как выяснилось, что этот череп значительно отличается от находок в Старом Свете рядом важных признаков. Но при загадочных обстоятельствах череп исчезает из Бразильского музея. Также пропал и очень важный скелет человека умелого, найденный Гансом реком в Олдувайском ущелье, Африка, из-за которого пришлось пересматривать возраст появления первых людей на Земле. Существует масса находок, сделанных во многих местах планеты, возраст которых колеблется от 3 до 55 миллионов лет. Находящиеся только в одной Америке артефакты, челюсть из Миромара, позвоночник из Монте-Гермозо, череп из Калавераса и многочисленные орудия труда древних людей полностью опровергают утверждение дарвинистов, что современный человек появился на Земле не более 40 тысяч лет назад. По моему мнению, время появления первого человека – вопрос спорный и неуместный. К тому же способы получения датировок вызывают сомнения и не только у меня. К тому же вопрос надо ставить совсем иначе – не «когда», а «откуда» появился первый человек и почему вдруг один? В данном случае важно совсем другое – человек развивается или деградирует, и кто от кого происходит. Многие древние учения едины в утверждении, что все живое имеет единого предка человека. По типу человеческого тела строится любая живая форма на Земле – это аксиома, которой не требуется доказательств. Если живое существо деградирует, утрачивает часть или все человеческие качества, то в видовом плане меняется и форма тела этого живого существа на более примитивную. Чем больше человеческих качеств утрачивает живое существо в процессе жизнедеятельности, тем явственнее степень его биологической инволюции. Из этого можно сделать вывод, что для большинства живых существ, если не сказать для всех, жизнь на Земле – это череда потерь и утрат. Сокращается видовая продолжительность жизни, уменьшается рост, Телесная оболочка утрачивает некоторые присущие ей изначально черты. Таким образом и происходит метаморфоза человека. Тело начинает меняться, покрывается шерстью, челюсть удлиняется, хвост отрастает и получается черт. Черт не черт, но пан с флейтой, бурдюком вина и взъерошенным хвостом запросто получается. В этой связи не лишне привести одной из сенсационных находок, сделанную антропологами на Мадагаскаре. Обнаружен странный скелет. Представьте себе, существо ростом с человека, имеющий скелет почти человеческий, но в то же время со свиной головой. Это не шутка. В Американском музее натуральной истории выставлен полный, отлично сохранившийся скелет, найденного на Мадагаскаре, ископаемого, свиноподобного лемура. Мегалодаписа. У лемура свиньи есть пятачок и голова, как у обыкновенной свиньи. Но все остальное – кисти рук, сами руки, лопатки, грудная клетка, позвоночник с отсутствием хвоста, таз, ноги и стопы – человеческое, как и у нас с вами. Возраст находки почтенный. Десятки миллионов лет пролежал скелет в земле. А по официальным воззрениям, человек разумный появился в Африке никак не раньше полутора миллионов лет назад. Мадагаскар называют царством лемуров. Все эти существа, и поныне обитающие на острове Мадагаскар, имеют хорошо развитую пятипалую руку, ничем не отличающуюся от человеческой руки. Недаром у жителей Мадагаскара ходят легенды о карликах, живущих в джунглях. Несколько лет назад в прессе промелькнули сенсационные сообщения. В джунглях Амазонки обнаружена необычная популяция обезьян, имеющих примитивный язык и владеющих речью. Как такое может быть и на каком языке изъясняются обезьяны, пресса не сообщала. Была лишь приведена легенда, издревле сохранявшаяся у местных жителей, о племени людей, которые в далекие времена, спасаясь от воинственных соседей, ушли в джунгли и по сию пору обитающих в труднодоступном районе Амазонки. В связи с этим возникает вопрос, обезьянье ли племя обнаружено на Амазонке? Как поведет себя человек, попав в условия джунглей? Это английский писатель Киплинг показал нам на примере Маугли. Воспитанного в волчьей стае. Но реальность порой превосходит воображение. Нередки случаи поимки диких людей в детстве заблудившихся в лесу и воспитанных зверями. Они бегают на четырех конечностях не хуже зверей. С ловкостью, не уступающей обезьяньей, лазают по деревьям, охотятся и едят добычу, как настоящие звери, их соплеменники. Вполне резонно предположить, что уже через несколько поколений у особей таких человека-зверей, окажись они вместе, начнут рождаться дети, покрытые шерстью и с хвостом, которые уже с рождения будут обладать звериными наклонностями. Как с позиции сегодняшних научных взглядов мы будем классифицировать эти существа? Выделим их в отдельный класс или назовем доселе неизвестной разновидностью обезьян? Такие в кавычках обезьяньи сообщества известны науке. Они очень не похожи ни на своих родственников по обезьянему племени, ни на кого бы то ни было вообще, кроме людей, своих далеких предков. Ученые-дарвинисты выделяют обычно такие новые виды в особое семейство в подотряде обезьян или полуобезьян. Так это произошло с лемурами, отнесенными учеными в разряд полуобезьян, хотя лемуры и обезьяны это абсолютно различные ветви отпрысков человека. О разновидностях лемуров стоит рассказать поподробнее. Лемуры на острове Мадагаскар не похожи на тех, которые обитают в Африке и на островах Полинезии. Материковые, южноазиатские лемуры не похожи на островных полинезийских сородичей. А африканские лемуры отличаются и от мадагаскарских, и от полинезийских лемуров. Это же можно сказать и об обезьянах, обитающих в Южной и Центральной Америке. Они не похожи на африканских и полинезийских приматов. А обезьян, подобных полинезийским, не встретишь в Африке. Еще более не похожи друг на друга так называемые человекообразные обезьяны, которые жили 10-20 миллионов лет назад в Африке, Азии, Европе, от Франции до Китая, от Центральной Африки до Центральной Европы. Например, обезьяна-рама, скорее, ребенок-рама, Рама-питек, существо, величиной собаку средних размеров, весом до 12 килограмм. Потому что проживал Рама-питек исключительно в одном из районов Индии. Останки его там и найдены. Рама-питек явно не годится на роль отца всего человечества. А именно такую роль отводят ему дарвинисты. А вот в качестве выродившегося потомка человека Рама-питек вполне подходит. И его маленький рост, и способность передвигаться на двух ногах свидетельствуют как раз в пользу этого. А неандертальцы, астралопитеки, родезийцы, синантропы, палеоантропы, неоантропы и прочие древние люди Они-то очень не похожи друг на друга. Ни по объему мозга, ни размерами тела. Не похожи они строением костей черепа и скелета. Несхож способ существования и питания. Навыками и повадками они тоже не похожи. Откуда у них такое разнообразие видов? Причем при жесткой, постоянной локализации расселения. Как объяснить все это? Объяснить можно только с позиций того, что в различных районах мира в течение многих миллионов лет шла локальная, обусловленная изолированным расположением материков деградация ранее единого, родственного по генетическому типу сообщества людей. Человечество на протяжении последних трех миллионов лет стремительно теряло свое типологическое единство. В результате этого процесса образовались многочисленные расы и народности с измененным генотипом. Более сильную инволюцию претерпели живые существа, отказавшиеся от цивилизации вообще и еще раньше отдавшие предпочтение дикому существованию. Такие люди быстро деградировали, жили и продолжают жить в состоянии одичания уже десятки миллионов лет. Именно они образовали так называемые человекообразные формы обезьян. Чем дальше от человека по лестнице инволюции опускалось живое существо, тем более разнообразными и удивительными становятся формы его тела, способ его существования и среда обитания. Но вот цена, как мы понимаем, которую платило живое существо за подобную метаморфозу, несопоставима ни с чем. Это потеря разума. Посмотрите на этих больных, замученных женщинами, пивом и папиросами в кавычках наци. Жалкое зрелище. Это мы с вами, земляки, стыдитесь. Крайнего наци справа, якобы аборигена Австралии, я знаю. Это сосед с соседнего дома Вася Гадюкин, конченый алкаш. Справа вы видите дружную семью, мама, папа и сынок. Мы бледные тени наших праотцов. Ячейку общества беспрекрас изобразил художник Глушенко из города Кропоткин. Причиной генеральных мутаций генетического аппарата человека является половой способ размножения. При этом в кавычках единственном способе рождения детей, которому всего несколько тысяч лет, разрывается единый генетический аппарат, что приводит к гибели ДНК как системы. Сохраняются лишь отдельные человеческие качества в остатках генов. Генетический аппарат человека нашпиговывается псевдогенами, ретровирусами. В тело вшиваются триллионы опиатных рецепторов, превращая человека в мишень для наркотических веществ, гормонов, феромонов и других веществ, симбиотического, эндогенного и внешнего происхождения. Нити морфиноподобных веществ сделали человека убогой марионеткой небес. При этом в кавычках священно действии, богоугодном деле, теряется информационное наследие будущего человека. Разрывается связь поколений, превращая новое существо в полостилин или глину, из которого судьба при помощи своих аватар лепит нового раба. Сборка организма мутанта происходит по практически бесконтрольному для ДНК процессора сценарию. Это происходит в околоплодной жидкости сомнительного химического состава под контролем вирусных программ, реализуемых плацентой, полевой лабораторией судьбы. Ко всем генетическим проблемам, заработанным в прошлом, в наше время добавились плоды мировой сексуальной революции. Итак, волосатые гаврики нам вполне логично объяснили свое происхождение, а Владимир Витальев с моей помощью обосновал свое мнение на тему инволюции человеческого рода как вида. Я продолжаю свой рассказ и поведаю вам о событиях, сыгравших значительную роль в нашем поражении, как разумных и здравомыслящих существ. Я расскажу о начале миропорядка, в котором мы с вами живем. Я говорю о цивилизации, хотя этот процесс начался с момента создания и появления Пандоры на Земле.